На портал Экзагет пришел вопрос, может ли быть образованный человек верующим? Ну, возьмем Отцахи от жизни. Ньютон был богословом. Либниц, его богословскую систему мы изучали в семинарии. Макс Планк создали квантовые механики, это уже 20 век. Опять же, был протестантским богословом, я сам читал богословскую работу. Ну, большинство столпов 18-го, 19-го, 20-го даже века науки, они были верующими людьми. Эйнштейн, он был, может быть, не христианин, конечно, но он был верующим человеком, он в Бога признавал. Ну и так далее. Поэтому вот то, что такое утверждение, что образованный человек не может быть верующим, это просто показатель, что человек сам не очень образован. Он просто не знает истории науки, не знает биографии ученых, великих. Я понимаю, что есть масса ученых, не верующих. Это несомненно. Но сказать, что глубина, высота и так далее, образование мешает вере, но Ньютона не мешала, Либниц не мешала, Медереева не мешала, Маск Планка не мешала, и там ученые чуть пониже и так далее, Эйнштейн не мешала. Значит, это неправда. Это научный факт. Это научный факт. Поэтому утверждение, оно не подтверждается научными данными. Потом, как вообще наука и научное мировоззрение может противоречить вере? Если человек физик, он что, я вот физик, я не могу быть поэтом, и поэзия – это ерунда, литература – это ерунда, искусство ваше – ерунда, Голливуд выбросите, кино – все, главное – физика, только одна физика. Ну, скажут, ну, хорошо, физика – это хорошо, а при чем здесь искусство? Это разные плоскости. Они не пересекаются. Так и вера. Она с наукой не пересекается. Это разные плоскости. Вера в Бога – это вера в Бога. А наука, если говорить языком верующих людей, это изучение творения Божьего, где есть свои закономерности, которые мы изучаем. Своя причина – следственная связь. Знаете, как-то ко мне в гости приехал такой достаточно опытный психоурок. Я попросил ему прочитать детям, подросткам, родным людям, лекцию по компьютерной зависимости, игровой зависимости. И она, например, у меня такой дом, длинный большой стол, вот они сели там на том, как это стало, я, чтобы не мешать, сел с другой стороны стола, буквально там метра, наверное, два было даже больше от нас, просто сидел, слушал. И мне иногда, когда она говорила, мне так иногда хотелось, ну, там, противозависимость, как это механизм происходит, образование зависимости в душе человека. Я хотел сказать – да, да, и святые отцы так же говорят. Она, как учёный, который изучил, ну, учёный практики, естественно, изучил процессы психологии, да, и она это говорит. Но это совпадало, что были ситуации, когда они говорили о возникновении зависимости от той едной страсти. Ну, так оно и должно быть. Это же истина. А истина, она не зависит от, должна не зависеть от идеологии, от веры и так далее. Если ты, допустим, у тебя какой-то факт научный, а, например, точнее, не факт, а утверждение, да, вот, учёные могут быть верующими. И только вдруг ты читаешь, что Эйнштейн, там, Ньютон, Макс Панк, Булли Верующий, там, ну, масса других людей, то как ты искренне учёный, ты можешь сказать – всё, моя гипотеза не верна. Если же ты это не говоришь, ты просто идеологически зомбирован. И поэтому, если психолог видит истину, он, эта истина должна не противоречить то, что видели святые отцы. Потому что это одна и та же душа человеческая. Когда, конечно, возникают всякие гипотезы, теории психологические, это другой разговор, это уже, так сказать, гипотезы. Кстати, вот в психологии там же разные проблемы бывают. Там одну и ту же вещь – разные психологи обнести это совершенно по разных позициях. Кто психологи немножко знает, кто это знает. Вот это работает, этот метод работает, но почему он работает? Разные психологи знают по-разному. Это уже гипотеза. А то, что вот эта душа и вот есть какие-то моменты – это факт, и это не должно противоречить аскетике. Именно если это не гипотеза, а научное наблюдение. Вот поэтому христианство – это о добре и зле. О добре и зле. Наука, можно доказать, что добро – добро, а зло – зло? Нет. Это не научная сфера. Косвенно, да, может быть. Косвенно. Но и то это можно с человеками и другие принципы добра и зла, человек может опровергнуть. Это не научная сфера. А вот религия, вера, как раз о добре и зле. Не о химии и физике, а о добре и зле. Когда, конечно, были… Это в истории католической церкви в основном. Когда догматизировали некоторые научные гипотезы. Ну, что вот, например, гипотеза Патолемея. Был такой ученый, что в центре земля, вокруг солнца. Ну, там разные эти. Это было просто церковь католическая, совалась не в свое дело. А вот поэтому с ученой церкви, если земля вокруг солнца вращается, и что это? Что Бога нет? Если мы узнали, что солнце – это всего лишь какая-то желтый карлик на границе галактики, даже не в центре ее, ну, и что? Причем, почему Бога нет-то? Как это связано? Поэтому это утверждение, оно повторяет люди, которые просто приняли некое идеологическое клише и не хотят наблюдать жизнь, какая она есть на самом деле. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...